Я думаю, у всех была отличная возможность сделать хорошее приложение. Сейчас возможность представить, что было сделано. Напоминаю, что у нас 8 команд в результате, все 8 команд сейчас присутствуют. Представление команд идет в обратном порядке, то есть от номера 8 до номера 1. Никаких замен по ходу. Вопрос к команде «Инициатор» и «Кипкал». Андрей, вам надо поменяться местами? Пока нет. Не надо, все. Хорошо. Тогда никаких изменений по очередности у нас не будет. Напоминаю всем, что регламент по времени на выступление 5 минут. Задача продемонстрировать приложение ваше. И задача, соответственно, проекта, наверное, включить на... Кто своих лаптопов будет называться, кто на мобиле САЛНО на съемку. Тоже показать, что и ресурсов. Соответственно, лаптоп. И помним, что оценка идет по трём критериям. Законченность приложения, ресурсов на сложности, интерес функционала и качество UI. То есть, соответственно, в вашем презентации постарайтесь максимально выгодно представить приложение по всем трём критериям. Пожалуйста. Собственно, наш проект – это «Боулин по ноль». Как мы его чувствуем, называем «Боулинг следующего поколения». То есть, это не просто «Боулинг» в зале каких-то множествах, а на самых различных территориях, в исчёной местности, в индустриальных районах. И, собственно, ограничиться фонтальникам. Соответственно, здесь вы видите наш фейс. То, что мы демонстрируем вчера, были просто кнопки, отрисованные стандартным и следствием Unity. Сейчас же мы добавили текстуры. Ну и, собственно, «Бэкраунд». Также здесь, в верхней части, есть надпись «Хелм». То есть, когда вы жмёте на неё, естественно, появляется информация, как управлять этой игрой. Её возможности кратко описали, собственно. Ну и, соответственно… Это есть на кнопке «Exit и Play» и «Exit и выход» приложения. И «Play», вообще, в конечной версии, естественно, «Play» будет запуск первого уровня. Но сейчас, так как это «Галокрюбил», у нас два уровня есть. И, собственно, можно выбрать, какой из них запустить. Собственно, наша лога является той же кнопкой. В данной версии это «Хелм». Ну и, собственно, вот игра. От идеи делать именно боулинг, что придётся сбивать именно за один удар, мы отказались по ходу отработки. Да, на данный момент это сложно, потому что нужно доводить баланс. Из-за того, что поле неровное. Я огадаю, что намного веселее просто махать пальцем по экрану, скачать взрывными кегами. Это намного более занятным и зрелищным. И мы вот на первом этапе разбили все кеги, мы переходим на следующий этап. Тут немножко посложнее. Посреди каньона находится бочка, её нужно как-нибудь объехать, чтобы сбить все кеги и нигде не смог этого сделать. То есть, знаешь, сбил первый раз 10 кеги, здесь на счёт выводится 10. То есть, на данном уровне максимально нужно брать 20 баллов. Собственно, также добавлены некоторые эффекты, такие как трейл за шаром, следует, у нас, собственно, взрывы при попадании по кегам в шаром. Вот так же созданы специальные модели кегли, чтобы определять положение кегли в данный момент, то есть, стоит она или упала. Если она упала, соответственно, засчитывается 1 балл за каждую кегль. Также на данном уровне, то есть, в конце уровня производится подсчёт, всех упавших кеглей выводится на экран, и этот счёт запоминает, записывается и отправляется в онлайн таблики кегеров. На данный момент реализована уже сервенная часть, то есть, можно в интернете посмотреть результаты, но на телефоне мы не успели это отображение результатов в данном заводе. То есть, они уже сохраняются, честно, пока набирается достаточно кисточных очков для попадания в эту таблицу, предлагается заполнить своё имя, и они отправляются. Также можно сказать, что полностью реализована логика игры, то есть, уже с площадочков, абсолютно всё, запуск шара. То есть, осталось только модификацию подправить, чтобы баланс был нормальный, для того, чтобы избивать кегли с одного броска, а не как сейчас, на данный момент, что нужно несколько бросков совершать. Ну, естественно, будет ограничено одним броском, то есть, один бросок совершил, и всё, либо сбил, либо если не сбил, то, естественно, либо угрызанно начинается, либо переходит к следующей точке, откуда сбивает следующий. А мы планируем ещё акселером это распользоваться, а не препятствия. Да, но это не для стандартного шара, как мы говорили. То есть, стандартный шар не имеет функции такой. Ну, как, это уже для развития. В данном случае, когда мы несколько раз двигаем по экрану, акселером это... Да, в нём... И удаленность. Но вообще, современные уже готовы, то есть, масса кегель, масса шара и сила, ну, модификатор, который увеличивает силу свайпа. То есть, естественно, сейчас модификатор стоит один, то есть, когда проводите пальцы по экрану, шар идёт очень медленно. Соответственно, если вы уничаете от модификаторов, то вектор силы будет на данный уровень увеличиваться, и, соответственно, например, если поставить здесь, то бросок будет 10 раз сильнее. С этим ключом надо поиграться. Спасибо. Вопросы? А вот у вас кнопочки, которые на главном... Ну, на экране, когда играете. Что там, за что они отвечают? Ну, мы не успели на них текстуры на этом, если честно. А вообще, это кнопка Quit, то есть, какой-то с приложения. Кнопка Restart, Restart уровня. И когда сбиваются кегли... На одну этапе? Если на первом этапе, если это не на конечном этапе, а не сбиты, то предлагается переход к следующему этапу, то есть, можно посмотреть, сколько кегли сбита, то есть, что всё правильно сбилило. Например, две осталось стоять, то что оказывается восемь очков. И если это конечный этап, то есть, последний кегли сбиты, то предлагается кнопка переход к следующему этапу. Хорошо. Ещё вопросы? По-моему, отличную. Ещё вопрос. Да, если вы упоминали, что сделали ещё серверную часть, а на чём написано? Это вопрос в PHP, который через пост поступает данные, который записывает XMSQL по лицу. И из неё вывод тоже в PHP-спектом, тоже в таблице по самому большому результату. То есть, это на обычном посте, например, стуре, правда? Ещё можно... Я вот заметил, что вы, когда свайпы при битро-ескейпе, сильно взмахнули, и она полетела. Полетел шаг. Это в паке или фича? Нет, это просто перед вторыми кеглями там такое поле, что там же большой подъём. То есть, в этом фишке, что нельзя, не надо слишком сильно его бросать, потому что он подлетает, просто прилетает теперь. Ну, это так, для сложности, чтобы не слишком просто проходить. Ну, может, это ещё... Ну, не было особо лета, это было. Ну, с этой передачи такая. Мы, наверное, можем сейчас выложить приложение и пытать всем ссылку, чтобы... По крайней мере, посвести её на инфопров.орг, на вот этот адрес, и всем просьба послать приложение, мы потом... Ну, то, что у вас получилось. Просто было отможено, что... Здорово, если, конечно, не боитесь сделать вообще гид-гид, завести. И поскольку вы будете дорабатывать, да, чтобы можно было процесс видеть, и дальше, когда будете подавать в магазин, тоже скажите, пожалуйста. У всех, кто будет подавать приложение в магазин, мы всех, как бы, стараемся промотивировать тем, что дальше у нас будет конкурс для разработчиков, скорее всего, и ваши приложения смогут в нём ещё поучаствовать в российском конкурсе. Пока не формально, но попавки. Ну, мы как раз планируем его заканчивать. В принципе, как я уже сказал, логика готова. Мы же сделаем наполнение. То есть, а наполнение — это, ну, такая, работа, то есть, создавать ровно. Это творческая работа. Ну, творческая работа — это написать боги. Вопрос. С какими сложностями столкнулись при использовании юнити? С юнити. Юнити. Это вообще отдельная история. Ну, вот. Я вот каждый раз, каждый проект — это просто народом вместе вывлекая сложности. Ну, например, в данном случае почему-то, когда бюрдился tpk файл, в Progress Bar было написано, что приложение подписывается и никакой шаги не выдавало. Но на самом деле подпись не проходила и, естественно, мы теряли очень много времени пытаясь установить tpk файл, а телефон так без подписи у нас, если не установлено. Угу. В отсутствие GUI для создания вот кнопочных форм, которые есть, ну, очень-очень. То есть, у GUI есть, но он реализован, тупо говоря, через код. То есть, если надо всё умолить, то нету... ...взывального достания. 2D буй, короче, отсюда. Да-да-да-да. Ну, так же можно сказать, мы первый раз встретились с таким бодом, как слайд, и что вызвало сложности, это так как игра в 3D, а, соответственно, с экрана считывается только 2D-координаты, то есть X и Y, так как экран плоский. Естественно, нужно было перевести 2D-координаты в 3D. Спроецировать. Спроецировать, да. Естественно, ну, мы это реализовали так, что добавили подсчёт расстояния, которое прошёл палец, и время, за которое он прошёл. Естественно, добавили третью координату, которая посчитывалась исходя из времени и скорости... ну, из времени и длины, то есть скорости. Всевайку. Хорошо. Спасибо. Участников. Следующий... В России, по крайней мере. Следующий проект МАДАП. Ну, вот, собственно, предложение. Я желаю под карточек. Давай, наверное, уложим варианты. Добавил... Каждые 10 секунд он будет менять карточки. Там эффект такой. Вот, у меня... Если кто запомнил, то... А, ну, они были одинаковые. Вот. Если кто запомнил, что тут дело, то... Наверное, сердечко должно было быть, если я там... Вот. Ну, не знаю. Сейчас я, конечно, несколько волнуюсь, что тут это всё служить сам. Вот. Верхний. Оно уже... Да, понимаешь, не подсказывается. Потому что я вообще не запоминаю. На самом деле, вот эту лучшую штуку пройти, конечно, потому что... Если её пройти... Терепашка где-то была снизу. Вроде. Нет. Уже уехала, значит. Пусти. Всё. А, тут вода дали на что-то было. Так. Я, Лёвка, Нью-Йорк не уезжал. Если не уезжал, то он над этой. Так, возле есть, да. Ес! Прис. Ну, и, конечно, лучше и все пройти, чтобы... Ну, сейчас давайте поймем. Статистик. Давайте я сначала буду... Может, пока расскажу? О, это вот было. Отлично. Кот слева. Слева внизу. Слева внизу. Котя... Сейчас быстрее пойдем. Правая... Снизу, да. Снизу, да. Снизу. А вот она поменялась, но... А с чем она поменялась? Нет, она ничем не поменяла. Там, в общем, я не успел добавить. То есть, иногда оно совпадает. Два рандомных часа совпадают. То есть, ну вот. Собас с собой. Надо было учить этот момент на ничем. Сторожим, когда их было... Ага. 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 Покажи. 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 Сверху, да. Сверху, да. Сверху, да, справа. А, нет, уже нет. Глаза нахер. И... Да. Кружка была справа. С права? Нет, слева, слева. Да, слева. Вот так. Вот так. По идее... вот это 148 секунд, 64 клика. И статистика там где-то, я наблюдаю, вот, но её можно почистить, ну и заново раскладывать. Ну, в принципе, можно сделать там шарик для результата в сеть, но это уже... А какие-то другие игры обрабатывали? Там вообще было несколько игр, в том числе, там Табриса Шульта была. Была такая игра, тоже на внимание, когда показываются несколько точек, и быстро открываются. И надо написать сколько точек. Ну, то есть, написать, не важно, как это реализовать. И количество этих точек может расти, потому что, например, 20 точек, это звёздочки мы называем. По-моему, вы понимаете, что вы не открывайте хотя бы на секунду, и потом... Потому что колясо... Ну, классно, значит, серые клики делать. Тут слишком большой фактор случайно. Ну, это просто раздается. Ну, да, согласен. На самом деле, там, тут двую листью мы делали несколько... Почти семь точно будут играть. И еще двое. Ну, как бы, можно поширеть, добавлять в каких-то вариантах. Ну, вот это вот, что меняю все карточки, где-то можно выбрать. На самом деле, я это прохожу где-то за 90 секунд, даже тыкая очень так грубо. Поэтому, я думаю, там уже за минуту проходить спокойно. Если запоминать степь чуть-чуть. Еще вопросы? Поздравляю с успешным завершением. Спасибо. 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 Следующий проект RSSR. 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 Как больше нравится? Пока на вашей связи я скажу пару слов о том, что наше приложение весьма практичное, но предназначенное для удобного агрегирования. И чтение новостей предназначенное, но теперь о том, что реализовано. К сожалению, мне удалось подтянуть данные, собственно, для чего я существовала в следующих задачах. В общем, первая сцена у нас отсрывается и переселяет из себя токлист содержащих статьи, тоже содержащих статьи. Это из разных источников всех, из разных каналов. А вторая вкладка, это уже масса, содержащие, не должна содержать, а непосредственно сами источники, то есть это каналы. И там уже, в принципе, категории поддерживаются. То есть можно выбирать точку, куда определенную, то есть по ней еще опыту. Будет именно спортироваться. Такую аргументацию. Практически скающие резон, ну, без данных. И вот так же есть небольшие фишки, очень удобно. Там опять продавали сделать с демотки. Так, вот если нажать на Settings, то удавается от того уровня. Для списка новостей, это у нас здесь выделяется категория, то есть этот пунктик можно забирать. То есть именно вот этот пунктик, если что. Вот, если же смотреть, если смотреть по сторонству, то список можно так же переходить в пунктик, как и в данных. И с первой фактики, то есть это нормально, как у нас это называет переход. Так же и прямо внутри второго фактика. То есть это сюда, так же здесь как-то. Насколько вы далеко от реально, от данных. То есть поясню по архитектуре. Просто у нас было разделение обязанностей. И Владимир занимался интерфейсом. Я занимался, собственно, ядром с данными. То есть именно подтягивание канала, сохранение и менеджмент. Но, к сожалению, нам не удалось соединить обе, две части в последний момент времени. То есть на самом деле, поясню, 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 поясню. На самой модели работы с данными уже существует класс, который позволяет загружать производные данные с интернета и затем распарсировать RSS-файл. Небольшой совет на будущее. Вот когда вы делаете что-то сложное, делайте заглушки. Заглушки, они же стабы. Вместо того, чтобы качать что-то из интернета, распарсивать и выдавать, можно просто, во-первых, локально на диске какой-нибудь XML использовать. Да можно даже на самом деле просто вправо. Просто можете картину загружать и, по крайней мере, будет видно на прототипе ту идею, которую вы хотите донести. Потому что сейчас у вас есть UI, который по сути навигацию обеспечит приложение и нету наполнения контентом. Да, вот если бы вы просто там наставляли, грубо говоря, в картинках или штаны, которые бы создавали впечатление... Что-то совсем другое. Да, было бы совсем другое. Ну, смотри на спрос. Сколько вам нужно времени, чтобы это доделать? Ну, чтобы привязать хотя бы одну. Ну, тут возникла проблема, что у меня не заливается там экзешник на терминал, и из-за этого я не могу себя отхватить. И непонятно там, насколько близко какая-то реализация. А так вообще, в принципе, там эти шпильдинги, там по-хорошему это делается. Ну, в пределах часа, мне кажется. Ну, по крайней мере, просто расстроено там. Тут сложно рассказать, потому что могут выплыть. Далее дополнительные, но вообще, конкретно, уже было... Чтобы, по крайней мере, список каналов отображился, уже было готово. Но в последнем шаге, там, начало давать ссылку. Хорошо, еще вопросы? Поздравляем с... Могу еще добавить, что данные, при этом данные эти RSS-каналы, они еще кэшятся, то есть дата-папки, и приставки приложения подгружаются. Так же... То есть, позволяет без интернета, но, к сожалению... У вас еще 6 приложений будет демонстрироваться. Вот, если тут есть, до конца... Ну, да, можно так. Вторая. Иконка в стиле Тайзера. Можно прийти на интерфейс. Кстати, этот, уберите ткантик по гриме-балконке. А, там тень. Да. Ну, в общем, загрузилась... Ну, загрузка, конечно, но... В общем, нечего. Совсем загрузка, но это работа пульсера. Ну, то есть, это реальный, распарсанный RSS-канал. Да. И теперь можно, в принципе, уже... Без цветов, без разделения, по какому каналу? Ну, да. То есть, мы обрежем все. Заверем на клубосфеле, и сейчас забываем продолжение. Да. Ну, конечно, через канал. Да. Ну, это переход. Да. Ну, это переход. Да. Ну, это переход. Да. Собственно, уже нужно прочитать подробнее. А, не разворачиваться? Да. Ну, это, опять же, интеграция. Вот, запрещение. Пока успели... Да. Поправить. Ну, и вернемся в наш цепь. Можно оттыкнуть, например, на новый RSS-канал. Так. А вот эту неравнику... Да. 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 Ну, это все-таки быстро. Да. Ну, это все-таки. Ну, это, чтобы увидеть, чтобы сделать проект на Браджи. У вас приложение будет открыто. Ну, если бы это на Браджи, где-то закрываем, мы вас специально открываем. А, ну, тут вообще. Ну, ладно. Это уже демофик. Ну, ладно. Это уже демофик. Ну, ладно. Ну, ладно. Спасибо. Всем доброго. Следующая команда... Соответственно, Андрея. И... Сначала представляете проект Keep Calm and Drive. Собственно, короткое проекте. Напомню, что мы хотели сделать. Соответственно, моя часть называлась Keep Calm and Drive. Она отвечает за движение... Точнее, за управление телефоном во время движения. Соответственно, она использует вопрос в текущие GsVS координаты. А тут же берет скорость и использует... Скомпирится. И использует, в принципе, тот же самый функционал. То есть у нас различие в том, что между театром и машиной, соответственно, в том, что театр привязан к конкретному месту. И это стационарное приложение. А... Мобильное наше. Вот оно использует как раз скорость движения. У нас настройки есть, соответственно. Мы прошли... По настройкам подрезали одну из настроек. Это выключение... Переключение в AVI режим. Потому что это возможно, в принципе, сделать с возможностью... То есть, ну, человек не хочет это делать часто. Потому что, в принципе, значит телефон перешает действовать. И реализовать возможность экрана. И снова у нас есть следующие режимы. То есть, они... Эти режимы работают по одиночке, так можно и комбинировать. Точнее, можно сделать, например, чтобы работал экран и звук. Чтобы работал вибро звук. Или просто вибро. То есть, все настройки сохраняются. Вот видите, появился экран звук. Введены тихие часы. То есть, это время с промежутки, между которым наша программа просто включает, безусловно, тихий режим. Для... Кроме лиц, которые указаны в списке тех людей, которые являются... Ну, как бы... Ну, допустим... Которых мы допускаем к звонкам. К нам стены. Которые к нам пробиваются, в общем. Также у нас есть вот скорость движения. То есть, можно эту функцию и включать, так и выключать. То есть, пока вот... Ну, просто для примера сделали, что это... Скорость движения это восемь километров в час. Ну, то есть, быстрее, чем пешеходство. То есть, это может быть троллейбус, это может быть, не знаю, автобус. Ну, это может быть, любое привычное средство, потому что он быстрее двигается. То есть, он реально отслеживает это? Ну, у нас... Не нельзя хотеться, но у нас нет вот именно вот как раз возможности это все подопровить, чтобы он был бы маршрут прошел, чтобы можно было бы померить скорость. Ну, тут как бы функция... Мы поработали надрипейсом, подрезали некоторые функции, сделали более удобными. То есть, вот, собственно, у нас будут настройки... То есть, мы сейчас на данный момент получаем список контактов в телефоне, но пока мы их не смогли отобразить. То есть, у нас не хотим учить, к сожалению. Но мы его уже реально получаем. То есть, мы его получаем, есть уже объект, есть также история звонков. А вот это вот то, что Алексей Владимирович... А это загружка. То есть, чтобы оно было понятно, как оно будет выглядеть в последней версии. То есть, там будет работать, я так понимаю, слайп, вот здесь вот, чтобы можно было удалять список человека из списка сразу. Одним движением смахивать и удалять. И, собственно, последнее, это вот как раз список событий, которые произошли из задания заключения данного режима. То есть, он мониторит, что во время звонка он записывает данные по звонку, какие были совершены. И отображает их на этом, в экранчике. То есть, мы получаем сейчас данные через API, через COOK. То есть, мы взяли пример и оттуда вытащили эту функциональность. Вот, ну, собственно, это всё пока на данный момент. Я сейчас могу протестировать, не знаю... А можно предыдущую вкладочку подключить? На предыдущую вкладку, на вторую можно. То есть, это белый список, да? Да, это белый список тех людей, которым... То есть, будет реакция конкретно вот на это. То есть, им допустимо только вот данный вид сигнализации. То есть, во время звонка Алексея будет возможность... А по умолчанию там для людей что, вообще ничего? По умолчанию для людей задаётся вот на первом экране. Ага, всё понятно. Вот видите, решим. То есть, по умолчанию будет экран. Давайте позвоним, я... Какого компьютера с этого? Пока что мы включить не нажимали на два раза. То есть, у нас реализован сервис? Да, сервис запустился. Сейчас. Так, теперь... Ну, это Славик у нас устает. А где у нас там... Какой телефон? Сейчас список... А, давай, один. Ну, один, два, три. Просто неизвестный абонент. А, неизвестный абонент. И, на самом деле, сейчас у него подключен звук, вибрации и экран. То есть, это закон можно пока? По идее, должно быть видно, что будет тёмно сейчас. То есть, это мы сейчас на данном момент эмулируем события? Ну, он забегал. Забегал, то есть... Ну, нет. Значит, мы запустили... Ну, не знаю. Можем посмотреть на том ноутбуке. Давайте на том ноутбуке. Покажем. Да. Потому что второе наше положение. Ну, длину вашу сейчас. Ну, просто... Это я... Доработал версию для... Вот. 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 Соответственно, на том у нас всё работает. Это у нас пока ещё... Надо было слиться через год. Так. Мы сливаемся. У нас сейчас последние изменения, которые были. Мы сейчас сшивали просто номерами. Ссылочку писать. Присылайте. А, можно было да, ссылку присылать. Единственное желание было. Когда вы ударяете, чтобы посвалили. Угу. Спрашивает? Ну, то есть, можно на месте... Обязательно. Как раз... На месте... Отогет-бара можно будет просто показать, что... Хотите вы ударить, отминно ударите, отминно ударите. У меня в гугле уже часть почты ушла в архив таким образом. Да, да, да. Вот из-за этого с вами прям. Потом не влезёшь. А как мы можем... Показать? Ну, звучит. А, у вас там нету... У нас был опыт, называется... Экранка презентации. Ну да, можно. Значит, это неизвестный номер. Так, неизвестный номер. Просто любой неизвестный номер. Соответственно, у нас... Ничего. Вот, нет, да. У нас тут погас почти экран. Видно, что там... О! Нет, нет. Видно, что звонок идёт. Звонок идёт, не глядя там. Он просто пошёлся. Погасил полностью. Что мы не знаем. Это человек. Мы сегодня никак не обращаем внимания. То есть, на экране так видно нормально. Ну, то есть, подсветка при этом работает. Подсветка работает. То есть, видно, что кто-то звонит, но... Не так, что явно привлекает от себя внимание. Вроде можно. Хорошо. Подсветку. Да, я не знаю. Да. Гаси. Сейчас звонок идёт. Погласим. То есть, мы по номерам зелепо на трассе зашили. По спрочному движению. Так. Вот здесь мы должны быть блингс просто. То есть, видите, экран двигается. Звук выключился и вибрация. Ну, вибрация... То есть, видите, выключится звук. Я не знаю, как изобразить вибрацию, но она формально вызывается. Я не знаю, поскольку вот здесь я достаточно ответил. Мерит. Мерит. Давай, пятый. Это получается блинг и звук. Вот. И звук не выключился. То есть, здесь вот где-то иконочки. Режима звука. Хорошо. Это театр как раз. Да, да, да. Режим театра. И седьмой. Это всё подряд. Ну, то есть, прям и звук, и музыка, и все. То есть, это полная противоположность неизвестному номеру. То есть, это вот самый важный нам человек. То есть, максимальная сигнализация и вибрация будет, и звук будет звучать и уровень играть экран. Хорошо. Вопросы? Сразу тогда по обоим проектам вам, честно говоря, у меня создается впечатление, что эти проекты скорее надо было оставлять в одном проекте. Точно надо было. Да. То есть, скорее всего, мы себе сделали нехорошую услугу разбивки его на два проекта. Возможно, стоило даже отказаться от именно местоположения и, ну, допустим, вот в этом проекте ее оставить. Ну, просто вот, как деталь, ну, то есть оповещение оставили. Ну, на данный момент, в принципе, много граблей собрали, прошлись по ним, посмотрели. Ну, как разобрались с API, вот прям, не знаю, наверное, целая копилка получилась. Можем добавить, допустим, мы говорили, что хотели сделать в режиме вот авто столкновение. Смотрели акселерометр, получается, что, ну, то есть, и на девайсе смотрели, то есть, он где-то за секунду вот так, и где-то и к секунду будет. То есть, это получается все время до акселерометра. Ну, это не, ну, батарею будет очень есть. Хорошо. Еще вопросы есть какие-нибудь? Тут вопрос. Вы же сделали, собственно, включение нормального режима, когда мы начинаем ходить, так? Это в театре режиме. Да, в театре. Тут тогда вопрос. Вы в театре, в бетонном здании, GPS, плохо ловят. Как Вы будете отслеживать сейчас? Да, там есть GPS, там используется на данный момент. А там же расспрос будет реально огромный и в движении. Ну, у вас есть GPS. Ну, есть расспрос, потому что сейчас уровень вполне приличный. Он же все возможные варианты, насколько я понимаю. То, что вчера, как мы это обсуждали, всегда. Ну, если у нас будет девайс с GPS, устройством GPS, который мы нормально доставать, то, в принципе, готовы проверить. У них же у вас есть GPS или нет? У них есть, но он не старкает. Ты сам говоришь, что это не только GPS. То есть, мы пробовали, мы заливали версию, то есть, у нас на территории лежит дефол. 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 Мы собирали. Дефол. 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 15 метров. Да. Это как? Это относительно чего? Центр здания? Нет, нет. Относительно человека. Там просто стоит, ну, то есть, вот этот параметр, он складывается. С проверкой. Настояние. Поднежный червячий. Между точкой, которая определена по GPS, и точкой, которая выставлена в нашем списке примечательствами, чтобы настраивать. Ну, то есть, там форма может стоять. Если там, допустим, большое место, надо его ограничить, надо как-то радиус задавать. Ну, это многоугольник, и я думаю, что уже реализация функций должна быть уже на базе попадания внутренних угольников. В принципе, это не проблема проявить. Мы просто облегчили себе задачу, просто сделали эти примеры, что у нас на нас попадает в руках. На этом еще я вам радился. Вот был обзор, если вы еще написали статью про то, как вы прошли по граблям и какие нашли решения. Вот. А если какие-то, если вы какие-то решения не нашли, то мы все вместе можем вам помочь, например. На самом деле, было бы здорово, да. Можете с реформным прошли. Главное, доброе мелочи. Отличное, отличное. Разложение покупает своей оригинальностью. Вышел десант, честно. Мы вам можем высокоить электрон. Отличное. А вот еще вопрос. А вот после того, как, допустим, нам кто-то позвонил, он на подобном или другом списке, то есть выровень звука поменялся. Он возвращает опору. А, то есть на тот, который был? Да. Перед изменением любого режима он запоминает следующее состояние и по окончанию он его остановит. То есть я работаю? Да. То есть мы там в ходе, собственно, тестирования, был прикол, мы просто проверяли, как? Мы сделали перехват звонка, он, собственно, ловит, начинает событие, начинает негать. И тут человек, мы решаем снять труппу все-таки. То есть не положить труппу, как обычно, то есть на окончании, а просто снять труппу. И начинается разговор вроде бы. Игрок, пожалуйста, негативный. Да, но мы это пофиксируем. Но мы это пофиксируем. Видно было, что я отвечал, и все нормально. Хорошо. Поздравляю. Спасибо. По крайней мере успешного кончения. Посмотрим результаты. Так, следующий проект у нас гейммиксер. Наш проект называется гейммиксер. Так, мы все это время делали игру, но мы чуть-чуть насчитали время. Почему-то были очень уверены, что сегодня все кончается в 6 часов. И поэтому на коленке, на коленке все быстро собрали. И поэтому интерфейсик чуть-чуть у нас страшновато получился. Так, запускаем игру. Так и так. Труд сразу. Проигрываем. Проигрываем сразу, да. Так, сейчас. То есть он акселеруем, это нормально. Да, то есть подсказки тут нет. То есть смысл этого раунда пройти, да. Раунд не задев стенки. Ну, понятно, что вы там... Ну, пока мы не прячем. Давай, давай, давай. Давай, в другую сторону. Мы в ту сторону едем. Да, все нормально. Так, едем, 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 едем. Следующий метод. Да, уже все, да. И так, опять все данного. Ну, конечно, если бы сейчас, да, так будет. Мы могли бы посмотреть, чтобы у вас было все показать. Ну, сейчас мы попробуем зайти. А у вас один тот же порядок всегда? Да, пока что. Ну, то, что мы сейчас собирали его буквально только что. То есть мы не успели... Это вы в итоге на гейммэкере сделали, да? Ну, да. То есть сейчас надо... Порядок изменить это... Быстро-быстро стрелять. Не сложно. Сейчас. Сейчас. На, проектируйте что ли. За флаги фротлер девайс ломает. Хорошо, и будет еще хуже будет. Просто дитя в стену. Вот так, кстати, у вас... Да, я его первое сделаю. То есть да, мы, понятно, кроме интерпретентации, на них я не знаю, это правильно, наверное. Это было по новостаймам сложности, а у нас получилось самого хат-корра. Так, сейчас главное не... Между играми у вас есть. Между играми, да, должна быть заставочка. Но... Давай-да пошло мочилов! Итак, мы можем полячить. У нас веселый, позитивный хлеб, его надо наматать джемом. Так, мы его мажем, он довольно бегает. Так, теперь, в следующий уровень, надо накормить мышку. Словно кто-то похитил ее сыр, и поэтому нам нужно... И мы промазали. Ну, это был последний уровень, так что, в принципе, при этом все. Да. А то есть она еще как-то не сообщает результаты? Нет. Пока что нет, да. То есть... У нас в планах прикрутить... Такое ощущение, как будто она выйдет. Нет, она просто закончилась. То есть мышка это последний уровень, если бы мышка поймала... и стала такой большой и треугольной. И это все реализовано в какой-то качестве? Что за движок? Это геймейкер движок. Да. То есть, ну, у нас было в планах еще поработать с микрофоном, с другими датчиками, но вот так, сходу, мы не забрались, как это делать, с активных проектов. То есть, с акселерой, там без проблем можно работать, ну, как, ну, почти без проблем. А вот со всем остальным, как бы, движок ограничивается. Что, что, с писательником игрелка, а? Да, вот так рассчитывал, да? Попробовать сам. А как в итоге или хозфоил освоить было геймейкера? Ну, непривычно, то есть, то, что очень мало, как бы... Ну, как... Как такового хода привычно. Да. То есть, все делается в основном мышкой. Ну, как бы, да. И сам энтофейт геймейкер такой достаточно неудобный, я бы хотел оставить нагромождение каких-то окошечек, что-то там постоянно тормозит, какие-то проекты постоянно там взлетают, странные ошибки. То есть, ну, это, скорее всего, вопросы инструменты, что-то больше всего. Хорошо. Еще вопросы? По-моему, отличный результат. Поздравляем. С успешным прохождением. Спасибо. Следующий проект — это «Понограмм». Ну, по сути, программка пока очень сырая. Пока что большинство тач-инвентов реализованы и в событиях, выделенных тут и из jQuery Mobile, но и оказалось то, что они... когда очень много тач-событий, они тормозят, которые творятся. Допустим, скроут и еле идет. Что значит, когда очень много тач-событий? Ну, у меня висит, допустим, на боди события в спайме. Ага. То есть, это как? И это на jQuery. Сделали анимацию. А можно на вокальном элементу тач-событий? На элемент там можно, но пока что нам это не понадобилось. Так вот, ленту мы пока что реализовать не смогли, потому что были проблемы с плюсами. Фильтрацию для производительности мы хотели написать на плюсах, но не вышло. Пока что на странице Fizz, ну, загружка стоит, из постов. Ну, реализовали здесь список песен из профиля. Пока что загружено, ну, только будет подгрузка по порциям, 50 треков. Пока что подгрузка по достижению как-то списка не сделана. Но мы можем проиграть песенку. Так, обложки выглядят? Да. Почти. Обложки берутся из-за Ласка Фэм, но вот этой песенки обложки нету, поэтому такая вот обложка. Давайте какую-то обложку. Интересная обложка. Да. Сейчас еще чуть-чуть. Давайте песенку. Песенку. Так, ну, здесь вроде бы все контролы работают, более-менее. Можем перематывать. Будем смотреть. Да. Пауза. Ну, я планирую все события переписать сам, чтобы за производительностью побольше можно было контролировать, за то, что тормозит мне не нравится. Ну, тут что-то страшное происходит. Это вообще. Я такого нигде еще пока не виделся. Ну, ладно. Есть предположение, что они просто друг другу начинают пересылать. Ну, вот это тоже может быть в лучший скрипт переписать, чтобы следить за всеми событиями. Ну, как удобно, если саму писать, либо целиком тогда положиться на библиотеку, но... Ну, и вот, как бы, скрытие-открытие плеера, это пока что только свайп, а не реальное перетаскивание пальцев. Когда, допустим, приложение ВК. Ну, вот, точно, думаю, пока что все. Отлично. Вопросы? Дополнительные вопросы. А что там за... Вот, значит, дать по порядку все вкладки, за что они отвечают? Это фит. Это музыка вся из профиля. Откуда картинки, еще раз говорите? Софсофен. Софсофен. Что-то влево добавлять. Так, здесь, ну, будут плейлисты, по ним можно будет переходить тоже музыку слушать. Угу. А здесь, друзья, к ним можно заходить и кушать. Ну, и добавлять. Угу. Ну, наверняка. Сейчас, давайте. Сюда все. Слушай, идите потом. Да нет. А потом, салон-даус, предложение, опрос плеера для ВК. Ну, так, я попросил всех, пришлите, пожалуйста, потому что был сделан даже текущий статус, потому что будем смотреть, возможно, на InfoFruit.org. Еще вопросы? Тогда поздравляю с успешным завершением этого этапа. У нас осталась еще одна команда. Это Neobars Bookmark. Ну, перед тем, как начать разрабатывать какое-то приложение, задаться вопросом, а пусть оно необходимо, ну, то есть, о целесообразности затраты своих временных ресурсов. Мы участвуем в какой-то проект Neobars, да, и, соответственно, перед нами стоят две задачи. Первая – это делать жизнь пользователей более удобной, для которых мы разрабатываем приложение. И вторая – это привлечь дополнительных пользователей в наш проект, посредством, например, возможности, возможности мобильного приложения. Мы собираемся делать закладки, но в первый же день мы столкнулись с такой проблемой, то что социала лати, которая позволяет брать эти закладки, требует уровня платформы, да. Ну, естественно, это сильно раздемотивировало, расстроило, но было решено, что мы ищем входной путь. То есть, и на следующий день мы хотели разрабатывать нативное приложение, и на сях нашли как бы уязвимости. Насколько времени было на это затрачено. Потом, ближе к 5-6 часам, было обнаружено, что это можно сделать и из USB-приложения, что еще более радостно, потому что это проще выглядеть. Это благодаря извивостям. Ну да. Вот смотри, сейчас поправят бак в платформе, и вас перестанет работать. Если поправят бак в платформе, то есть дело на другом. Возможно и поправить бак в платформе то, что на основном бик будет заработать. Соответственно, перед нами стояла цель разработать приложение, которое будет снимать снапшоты с экрана, и иметь возможность принять данный заклад. Мы это сделали, можем продемонстрировать. И да, как бы... Примерно, у нас получилось. Так, как там? Как видно было? Так, очень удобно. Ага. Вот так, да? Вот приложение Neobars. На данный момент мы отказались от использования заметок, которые мы наблюдали ранее. Сколько очень много времени ушло на, собственно, взлом. В данном экране мы сейчас видим прям авторизации на Neobars Cloud, который регистрируется в пользование Neobars. Мы вводим сейчас наш тестовый email. Это довольно просто. . Входим в систему. Входим. . 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 ошибка есть такого рода, что в приложении два вида, в одном виде у нас есть типа галереи, то есть в этом виде галереи, в котором мы можем выбирать те закладки, которые мы хотим видеть на стартскрине, на втором экране. Собственно режим моды, он мне сначала показал стартскрина, в котором не было ни одной заметки выбрана, показывает именно прототип стартскрина. Собственно если мы кликаем на какое-то из этих ссылок, мы открываем браузер и можем сервисов с интернетом. Самая основная сложность... Добавляем, то сразу проявляем запасы. Да, но пока я сейчас буду вам показать то, что запасы у нас три. Так давайте мы тогда из приложения увидим, зайдем в интернет браузер, зайдем к у меня на сайт bpc.com В этом хотелось бы еще добавить то, что все возможности были реализованы лишь при помощи WebIP Application Launch. Который необходимым был только для запуска браузера, то есть все остальное было сделано вообще в принципе без привилегий. А доступ к файлу как не делали? Об этом и объявляем чуть позже. А вот и мой лоб будет добавить закладку. Мы эту закладку добавили, выходим, прячемся и нажимаем неоплес. У нас купленится сессия, он один раз отректируется, он потом загружает. У нас примерно есть файл склинг, на котором две предыдущие пункты. Прошу прощения, в общем у нас иногда падает серия по адресовке картинок. Так что думаю стоит и не запугаться, за святой год на собственно dbc. А здесь можно добавить закладку? Здесь нет, подумали, что это бессмысленно и неудобно. Кто будет набирать длинную ерунду на телефоне? Нет, стоп, ну вы же синхронизируете закладки. Да, мы берем их на серию. Так, вы можете сейчас... Еще у нас, помимо того, что он может импортировать с нативного браузера, предполагается, что у него есть экстеншн в компьютере, в котором будут отображаться эти закладки и которые он может добавлять с компьютера. Но вот он сейчас с сервера может взять закладки и добавить их в браузер. Они и так на серверах лежат. Хорошо, он в браузер добавляет закладки? Нет, мы не добавляем, потому что... Допустим, я на компьютере имею больше 10 закладок. Зачем мне их иметь в браузере, в мобильном? То есть это большее предложение... Но функционально мы это можем сделать, ничего не мешает. Да. В функционально мы можем собрать у вас все смс, все истории, звонков. В общем, могу сейчас об этом подробнее сказать. Ну и здесь можно еще, собственно, перейти на какую-нибудь страницу. Так, сейчас... Это не Neobars, а FigBrotherCookMax. Собственно, тоже такой технический переход уже из этого окна. То есть человек может зайти на стартскрин, где он выбрал свои любимые закладки и прийти на любимый сайт. Либо из этих боевиков, где у него уже 100 закладок пролистает, где нужно найти зрительно по турбинке и собственно-кодоблинке. Как, собственно, мы это сделали? В процессе разработки была странная дебаггинга даже, да? Замечено то, как в HTML, которая в WebView разгружается, что там вставляются, если я не ошибаюсь, абсолютные пути. Абсолютные пути от рута в системе. Мы залезли в систему через shell, залезли под юзера APP, под которого выполняются все команды, ну, под C++. Мы это тоже выясняли. И обнаружили то, что к банальной папке баз данных всех, практически всех, наверное, 90%, мы имеем в угоду доступ списать, читать. Мы их оттуда выцепили при помощи хитрой системы, которую мы делали всю сегодняшнюю ночь. В следующей сайт. Да. Там нужно было создать объект FileReader, скачать его в ArrayBuffer, потом опять же как-то FileReader из этого ArrayBuffer записать форму и отправить на собственной сервер, где создается распарксинг. Проблема в том, что файл бинарный. Да. Вы вот этот SQLite-овский файл отправили, да? Да. А вы из-под приложения, как там называется, браузера, да? Вот и вы нашли приложение правду. Из этого приложения не отправили. А, нет. Мы это уже брали по низкой, а по низкой, а по низкой, а по низкой. Да. Винагр на виде. Суть, и у нас есть две вспомогательные вещи, достаточно значительные, получается. Это первое, на Node.js, там у нас идет рендеринг изображений, где webkit серверный стоит. И второе, это, не знаю, я в сервере у нас происходит непосредственно работа с авторизацией, с закладками и непосредственно мерчера и разбор вот этого файла, который мы забрали. Ну и, соответственно, при желании мы можем точно такой же файл свернуть и отдать в приложение, чтобы оно его разместило в свою папочку и подменило, ну, не нативного права, в которой речь идет о дополнении. Хорошо. То есть, те задачи, которые мы перед собой ставили, мы, в принципе, их выполнили. Потому что, ну, основная задача после того, как мы узнали, что... после того, как мы обиделись на платформе за то, что не дают такую примитивную функцию, был именно хак и обход, то есть это выполнено. То есть, как закладки, приложение тоже работает. Естественно, да, для того, чтобы пропустить его релиз, оно будет значительно дорабатываться. Ну, я почему-то более чем уверен, что в релиз, оно проникает первую систему, первый уровень защиты, но скорее всего, пройдет автоматически. Да, потому что с точки зрения .05 там ничего такого не происходит. То есть, там просто... Ну, собственно, это просто ссылка в файл . Ну, в общем, попробуйте подать и расскажите. Потом ничего такого? Можно ли на хаб причесать? Нужно. Нужно. Ну, вы лучше с нами, как бы, вместе напишем. То есть, там есть Tizen Hub, вот. И я, как бы, предлагаю вам написать заметку. Там нужно чуть просто ее, будет возможно, причесать, что-то вещи. Матанде ругаться, например. На самом деле, это было все очень-очень интересно, это было очень азартно. Давайте мы вам поможем, если там какие-то вот вещи, вот этот платформенный баг, да, то есть, мы это поднимем до 1000, и будем решать сейчас. Ну, в первую очередь, все-таки, это, сразу после хакатона создайте на баг-трекере описание этого бага. Да, мы помним, где и находят Linux. Да. Ну, опишите все ваши приключения, да. Приключения это самые интересные. Да. Ну, было много Shell, было много Java, было много PHP. Ну, по крайней мере... Поскольку это Linux-платформа, то все это можно сделать. То есть, вы сделали нашли Shell, когда вы нашли Shell, дальше уже как бы... Вообще, мы начали с того, что мы скачали сорцы интернет, и посмотрели, куда он сохраняет. А, даже так. Да, то есть, мы не могли же знать, где он. Вот, 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 что у нас уже, этот... В принципе, просто построили полный путь, как мы ушли, и как мы к этому пришли. Я в планах, чего... Ну, да. Вообще, у нас планируется поддержка заметок, поддержка RSS-лидера, встроенного Neobar. Я ранее вам это рассказывал. Это RSS-лидера от Publisher и от RSS-лидера, который, собственно... То есть, мы вводим не Publisher RSS-лидера, а пользователя, да? И, то есть, если у нас стоит несколько, допустим, необаров, он может и всех Publisher сливать, и свои любимые смотрят. Ну, это, грубо говоря, набор виджетов. Здравствуйте. Нет вопросов? А, пожалуйста. Да. Ну, вот вы, как бы, бат нашли, я не знаю, чтобы вам дальше это используется. Мы время за этим много провели, а почему бы сразу не было бы удобнее? Есть право поделиться и через это подправить приложение в Google? Дело в том, что хотелось сделать это именно самым удобным. В плане для юзера. То есть, он в баррозере просто заходился. Видит и транспорт, читает статью, ой, ему понравилось в баррозах закладки, и даже не задумывается о том, что он захочет прочитать ее дома. Тот же самый, по-моему, Evernote, так же... Ну, Evernote – это Evernote. А это какое приложение вообще? Это отдельное приложение по замерке. Но вы думаете, они не думали, что в IP за стилюждом нет? Нет. На самом деле, я не думаю. На самом деле, это другое. Почему бы не использовать, например, транспорт AXA? Понимаете, очень много проблем возникло. Мы, когда прочитали файл, его нужно было взять как бинарный файл. Мы вначале читали его как текстовый. Ну, в смысле, мы прочитали строку, мы поняли, что он довольно длинная строка. Мы это делали в B604, оправили на сервер, там деталируем, мы не тут понимаем, что не все так хорошо, как мы хотели бы. Размер файла тот же самый, контур тот же самый, но некоторые биты данных у нас побеждены. То есть мы очень много гуглили, очень много смотрели, но ничего нигде не нашли. Как-то сами вот... А если запомнить формулу, то есть запомнить формулу, то есть отправку формулу через пост? А как вы в форму запишите файл, который должен отправить юзер? Название файла и... Собственно, он с правильным направлением, думаю, мы отправляли как раз через форму, только мы отправляли... Мы не заставляли юзера, то есть по идее, потому что мне опять нельзя брать input type файл и заставлять от скрипта туда что-то подгружать. Тут как бы ровменное передвижение безопасности, правильно? А мы прочитали файл оттуда, Сохранили в памяти джаваскрипта как бинаргит в блок, и, собственно, этот блок всунули в фрейм, и этот фрейм направили к посту. Просто есть же чисто нативный, например, то есть написано только на джаваскрипте, аяксаколдер, и он, собственно, шлёт файлы в любом виде. Надо уточнять, можно сделать именно бинаргит. Это технический вопрос. Наверное, там в этом предложении вырезать сейчас не так принципиально. что-то возможно, но просто... не так уже было много времени, чтобы это всё перепробовать, и нужно было что-то очень быстро решать. Работа сделана много, Михаилу. На самом деле, Макруто. Поздравляю всех! Поздравляю всех! Пока сейчас копий-брейк, и без десяти, просьба всех вернуться уже на сцену, и не отходится. Макруто. determинар jewel-брейк